В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотево. Здравствуйте! 23 февраля вся Россия празднует День защитника Отечества. Слово Отечество того же корня, что и слова Отец, Отчизна, Отчий край, Отчий дом. Отечество – это наша страна, Родина. С нетерпением этот праздник ждут не только взрослые, но и дети. Мальчишки и девчонки готовят подарки своим папам и дедушкам. В преддверии праздника наша съемочная группа побывала в гимназии имени Ирика Муксинова. В четвертых классах гимназии царит предпраздничная суета. Дети разучивают песни о Родине и героях. Во всех классах прошли тематические классные часы. Ребята узнали много нового об истории возникновения праздника, традициях и о героях отчизны. Ученицы четвертого Г-класса подготовили стихи. В гимназийский день, морозный день, сыграй, гимн чай. Девчонки в этот славный день, мальчишек поздравляют. Прочтение в нашем празднике. И поздравление, что слег свои для построения есть включение. Ура! Возвращение гастер-класса. Когда на вашей потасовке перемены пьются. Верю с вашей путь. Стараюсь и дам защитим. Пускай под глазом светает, синяк пупурно-глубой. Учение тяжело бывает, гораздо легче будет больно. Поэтому по вашей защите и по неспокойной можно жить. Погута крепкие ваши спины, нам будет нечего дружить. Поэтому, друзья, давайте от всей души, без лишних слов, от всех неизботно защищать. Только к черту, без синяков. В этот день во всех классах прошла акция «Мастерская добрых дел». Ребята приготовили интересные поделки для своих пап. Открытки получились яркими. Каждый ребенок смог дополнить ее своими теплыми пожеланиями. Поздравляем вас с Днем защитника Отечества. Желаем здоровья, богополучия, счастья вам и вашим близким, уверенности в завтрашнем дне, твердости духа и неиссякальной энергии. В четвертом В классе праздник тоже ждут. К этому событию школьники подготовили интересные рассказы и стихи. День защитника Отечества возник в 1918 году, как день обновления Красной Армии. Особое отношение в День защитника Отечества возникло в Китай после победы в Великой Отечественной войне с 1941 по 1945 года. В России нет ни одной семьи, которой бы коснулась война. Для многих это величайший подвиг народа за всю мировую историю. Не найдено, пусть небо будет голубым, пусть небо будет голубым, пусть небе не купится вы, пусть пушки грозно молчат и пулеметы не строчат. Чтоб жили люди, города, мир души на земле всегда. Берегите Россию, нет России другой, берегите ее тишину и покой. Это небо и солнце, этот хлеб в столе и родной оконцов по забытым себе. Берегите Россию, без нее она не жить. Берегите ее, чтобы вечной быть нашей правдой и силой, всей нашей судьбой. Берегите Россию, нет России другой. За все, что есть у нас сейчас, за каждый наш счастливый час. Спасибо доблестным солдатам, что отстояли мир когда-то. Спасибо армии российской, спасибо дедам и отцам, за то, что солнце светит нам. Во все века российский бой своим геройством в войнах побеждал. Он прославление достоин, за честь России жизнь отдавал. В качестве подарка к празднику дети выбрали поделку в виде небольшого цветочного букета. Старания ребят не прошли даром. Букетик из цветной бумаги и картона у каждого получился неповторимым. Подарок не главное, уверены школьники. Ценно уважение к героям нашей страны. У каждой семьи он свой. Защитник Отечества – это для меня тот, кто спасал родину от фашистов. Если бы не те люди, которые были на войне, мы бы не жили так счастливо, как сейчас. На уроке истории в пятом классе, что называется, лес рук. Ученики стараются активно работать на уроке. Знают о важных событиях страны, помнят героев разных лет и с гордостью рассказывают о своих отцах, братьях и дедушках. Свой рассказ я хочу посвятить своему дяде Тельнову Василию Сергеевичу. В 2001 году он был призван служить на Дальний Восток. Служба была очень тяжелой. Далее сформировался отряд для боевых действий в Чеченской Республике, куда попал мой дядя. Целый месяц они голодали со своим отрядом. 50 человек не могли ходить из-за голода. Мой дядя, еще 9 человек, 40 километров по горам ходили в соседнюю заставу, где взяли еды и накормили своих сослуживцев. На следующий день погода улучшилась и приехал в вертолет и привез им еды. Я горжусь своим дядей. Я считаю, что он герой, ведь не каждый смог бы сделать так же. Еще он ветеран боевых действий. Моего дедушку зовут Галимов Ахмазия Ульфатович. 10 марта 1953 года рождения. Служил с 1972 года по 1974 года. Служил он за Кавказьем, за полгода. Полгода он служил в Грузии, а полтора года в Азербайджане. У него было звание старший сержант. Танки, на которых проходила военная служба, назывались БМВ-1. Это были брони транспортерами. Сейчас мой дедушка военный пенсионер. Мой дедушка Хаирдинов Адгамович. Он родился 1 февраля 1966 года. После 10 класса он поступил в Бирск, в автошколу ДСА. После учебы был призван в армию в 1984 год по 1986 год. Он был водителем. Возил волковника Гладышева из кадрея. Он был отличником боевой и политической подготовки. После армии 36 лет и работает водителем. В 2011 году получил медаль «Заслуженный работник транспорта Республики Башкортостан». Моего папу зовут Олег Витальевич. Он работает кинологом. Эта профессия обучает собак, как правильно находить наркотические вещества и взрывные устройства. Он учился в Смоленском институте около пяти лет. После чего он был направлен в город Вязьму служить там и обучать срочников. Он участвовал в парадах 9 мая в Москве. У него очень много наград и разных благодарностей за свою службу. Я горжусь своим папой и его профессией. Тем временем в спортивном зале гимназии собрались любители спорта и активного образа жизни. Здесь прошла городская акция «Маленький герой». Ребята выполняли упражнения спортивного комплекса ГТО. Этот флешмоб по задумке организаторов поможет подрастающему поколению обрести силу воли, стать здоровыми и сильными. Символичную эстафету ребята передали ученикам 4-й школы. Концерт «Афганистан болит в душе моей», посвященный 33-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана, состоялся на минувшей неделе на сцене Дворца молодежи. Подробности далее в сюжете. Мы скорбим, мы помним о тех, кто не вернулся, кто остался на полях сражений. На мероприятие были приглашены ветераны боевых действий, не только воины-афганцы, но и военнослужащие, принимавшие участие в других вооруженных конфликтах, а также юноармейцы. На концерте вспомнили историю афганской войны и о дне вывода последнего советского солдата. Юноармейцы читали стихи и пели песни. Все они были пропитаны любовью к родине. Также музыкальные номера подготовили ветераны пограничных и воздушно-десантных войск. Воздушно-десантные войска сыграли огромную роль в ходе войны. Они появились на афганской земле еще до официального ввода войск и находились там вплоть до их вывода. Союз десантников России наградил в этот день семерых активных ветеранов ВДВ нашего города. Они отлично показали себя не только на службе, но и в наше мирное время играют большую роль в военно-патриотическом воспитании молодежи. Им вручили юбилейные медали, приуроченные к 20-летию создания Союза десантников России. Присутствующие почтили память погибших при исполнении воинского долга минутой молчания. Завершилось мероприятие военно-патриотическим квестом «Дорогами войны». Юноармейские отряды школ города выполняли испытания по станции. Ребята проверяли свою ловкость, внимательность и память. Они собирали и разбирали автомат, составляли фоторобот, оказывали первую помощь пострадавшим. Судьями выступили ветераны боевых действий. Мероприятие подготовлено силами всех родов войск, которые есть в нашем Минаульском районе. И мы, организаторы мероприятия, убеждены в значимости таких встреч для подрастающего поколения, для наших будущих защитников Отечества, для наших юноармейцев. В дальнейшем, самое главное, чтобы не было войны, чтобы мирное небо над тобой было. Но все же мы сами воспитывались, например, наших дедов. И вот эту историю нельзя забывать, надо это знать. Молодому поколению еще лучше изучать надо. Если они все это будут знать, то и войны. Но если уж надо, так смогли, чтобы защищать свою роль. Организаторы уверены, что подобные мероприятия помогут воспитать подрастающие поколения, привить им чувство патриотизма, любви к отчизне. Участие в квесте приняли пять городских школ. По итогам всех испытаний победителями стали юноармейцы школы номер 4. Эльмира Мухаммедшина, Алмаз Акбиров, Булат Шардинов, Служба новостей, Янаульского телевидения. 15 февраля представители администрации района и города, а также юноармейцы, посетили матерей, чьи сыновья погибли при исполнении воинского долга в Чеченской республике, выросив признательность за достойное воспитание мужественных сыновей, истинных патриотов своей родины. Во время встречи матерям погибших бойцов первый заместитель главы администрации района Салават Гельмиев вручил небольшие продуктовые наборы с пожеланием здоровья, сил, добра и выдержки. Страна отмечает 33-ю годовщину вывода ограниченного контингента войск с Афганистана. Это стало для нашей страны, конечно, очень тяжелым временем, где больше 15 тысяч наших солдат осталось лежать на афганской земле. Из нашего района героически погибли в афганской войне 6 солдат, наших земляков. Также сегодня мы вспоминаем и про Чеченскую войну. В Чеченской войне тоже много наших ребят участвовало, и среди них тоже есть погибшие. Их у нас 8 ребят осталось лежать на Чеченской земле. Родины этого овоща принято считать подножия Гималайских гор. Там они до сих пор растут в дикой природе сами по себе. А для того, чтобы вырастить огурец в наших климатических условиях, придется немало потрудиться. В заботах и хлопотах сегодня не только агрономы и овощеводы, но и самые маленькие труженьки тепличного комбината «Пчелы». Подробности у моей коллеги Эмиры Мухаммедшиной. За окном февраль, а в тепличном комбинате Инаульский в самом разгаре сбор урожая. Здесь нет обычных грядок. Кусты растут не в земле, а в минеральной вате. Автоматически они по часам подпитываются водой с природными минералами. Несмотря на такую технологию, не обходится и без человеческого труда. Овощевод Альфиаса Дресламова работает здесь уже 10 лет. Она знает все секреты ухода за растениями для того, чтобы получить отличный урожай. К каждому кусту персональное внимание. Ежедневно овощевод проходит вдоль рядов, аккуратно убирая лишние побеги и усики. Формирует растения. А когда настает время, уверенной рукой собирает урожай. Работа мне очень нравится. Мы всякое делаем. Уход делаем, растения формируем. Потом уже сбор начинается. Когда сбор начинается, собираем огурцы. Когда листья надо убирать, листья убираем снизу, наверх, до девяти. Помимо людей здесь трудятся и насекомые. Иностранцы шмели и наши башкирские пчелы. Шмелей заказывают в Израиле, а пчел разводят сами. Любому садоводу-огороднику известно, что там, где есть культурные растения, найдутся и вредители. С ними в тепличном комбинате борются нехимическими средствами. Чтобы огурцы оставались экологически чистыми, на помощь приходит биологическое оружие – энтомофаги. Эти насекомые уничтожают вредителей. 26 лет работаю здесь. Сперва начала работать овощеводом. Потом, через пять лет, начала работать лаборанткой, биолабораторией. Там, против вредителей, мы выращивали энтомофагов. Есть у нас такие вредители – белокрылка, клещи паутинные, трипсы. Против мы отправляем сюда на гектары амблисуисов, макролофусов, фитосилиусов отправляем. Делаем обследование. В теплице свой микроклимат, постоянная температура и влажность. Это избавляет растения от стресса. Уже несколько лет агрономы тепличного комбината Янаульский высаживают пчелку. Так они называют пчелоопыляемые сорта огурцов. Вот уже третий год в тепличном комбинате Янаульский выращивают пчелоопыляемый сорт огурцов – картель. Когда его длина достигает 15-20 сантиметров, плод можно уже срывать. А отличается он от других более высокой урожайностью, неповторимым вкусом и ароматом. А как он хрустит, вы можете попробовать сами. Сейчас на предприятии работает 19 овощеводов. На трех гектарах высажено порядка 75 тысяч растений. Каждый куст дает около 15 килограмм огурцов за сезон. А за год успевает получить два урожая. Эльмира Мухаммедшина, Алмаз Акбиров, Булат Шардинов, Служба новостей Янаульского телевидения. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Пользуясь случаем от всей нашей телекомпании, я поздравляю наших телезрителей с Днем Защитника Отечества. Дорогие и незаменимые мужчины, поздравляем вас с 23 февраля. Мы очень ценим вашу силу, крепкую защиту и невероятную выносливость. Желаем, чтобы фортуна всегда сопровождала вас в пути. В ваших семьях царили любовь и достаток. Тепло и уют согревали вашу душу. Пусть все дороги ведут к счастью и новым победам. Любые начинания дают отличный результат и хорошее настроение. Пусть любая вершина покоряется вашему мужеству и упорству. С праздником! Как врач может спать на рабочем месте? Я тоже удивлен. Как Оксана Владимировна 20 часов без сна выстояла. Один пациент за другим. От умирающего к вновь прибывшим. Казалось, появятся вакцины, мы все сделаем прививку и красные зоны исчезнут. Вакцины есть, а красные зоны остались. И сейчас Оксана Владимировна снова встанет и пойдет помогать тем, кто сам себе помогать не захотел. Вакцина помогает даже тем, кто сомневается. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok